Всем привет дорогие друзья, на связи канал УЖЕ НЕ ДОКТОР И сегодня мы поговорим о криптовалюте, которая напоминает мне твою бывшую, которая обещала тебе мир Но в итоге оставила лишь пустоту в кошельке и в душе Эта криптовалюта называется Ripple, конечно же Ripple, господа Я уверен, что у многих она у вас есть, когда-то эта криптовалюта озолотила многих людей И вашего покорного слугу в том числе немножечко Рано я ее тогда продал, рано, но иксы в семнадцатом году на ней я сделал знатные, конечно И эта криптовалюта сегодня все-таки еще где-то оставляет маленький уголечек в душах приверженцев Ripple В надежде на то, что он разгорится в такую большую крупную огненную бурю иксов Что все-таки заменит собой доллар, станет вот такой вот новой мировой резервной валютой Смешно, не правда ли? Обхохочешься, аж до слез Сейчас упаду под стол, конечно Но давайте, чем черт не шутит, посмотрим на этого звереныша Переключаемся, значит, мы на экранчик и смотрим Будем сегодня с вами в первую очередь определяться с уровнем важным У нас тут есть, я нашел самый такой расширенный по истории график Который вообще, да, нашел там с 2013 года, с августа Он на битстампе, так, к доллару А к битку еще посмотрим на бинансе, самый старый Так, проверил несколько котировок Тоже с июля 2013 года На бинанс есть график, история цен Посмотрел, а так на скидочку Работает лучше здесь арифметическая шкала Логарифм так себе работает Поэтому будем смотреть сейчас Линии тенденции проводить, так сказать, на арифметической шкале Посмотрим, что здесь вообще происходит, что тут творится у нас Здесь у нас что-то, нечто похожее на исполинских размеров Невероятных просто, я бы сказал, пошлых размеров треугольник Невежественно, вот, Ripple иметь такие размеры Такие размеры ни в какие ворота, конечно же, не помещаются Я вообще не понимаю, на кого это все рассчитано Вот, вот как это воспринимать Хотя, с точки зрения волнового принципа, все как бы окей Потому что временной промежуток, время, это вообще второстепенно Главное что? Главное форма Форма у нас треугольная Вот, как моя голова Нет, моя голова не кругольная, у меня скорее шарообразная Это у тебя треугольная голова Но если не треугольная, то тогда ладно Тогда ладно, ставь тогда лайк, подписку и колокол Чтобы я понял, что у тебя голова не треугольная Окей И мы на этом договоримся с тобой Так, треугольник Треугольник у нас всегда появляется где? Аккурат перед последней волной роста Аккурат, он, он, не важно в каком направлении Он может появляться либо в четвертых волнах В составах импульсных волн Либо в качестве последней фигуры в тройке Да, последней комбинации в двойной-тройной комбинации Горизонтальной коррекции Либо он может появляться в качестве волны B В коррекции ABC Но в любом случае треугольник является продолжением Предшествующего движения То, что вот у него было тут раньше Явно, очевидно, я не знаю, кем надо быть Вот я себе сделал операцию на глаза Поэтому я не тот человек, который не может разглядеть Повышательного тренда до начала образования Этой замечательной фигуры Поэтому есть основания предполагать Что больше шансов у этой фигуры Все-таки для пробития в сторону повышения Есть только один маленький Такой вот маленький Вам, наверное, не разглядеть Особенность его с телефона Смотрите, маленький нюанс Треугольники должны завершаться примерно В районе 75% своего заполнения А уже мы видим сейчас Это уже подход к вершине И это явно уже свыше 75% И обычно, когда вот так вот цены Все-таки задерживают свой выход из такой фигуры Обычно просекают они вот это вот все дело Вот таким вот образом Сейчас покажу как Как будто бы и не было ничего Понимаете? Вот так дальше, как говно в проруби Начинают цены болтаться Это нехорошо Очень нехорошо Вот то, что фигура Это все-таки подходит к своему завершению К тупику, так сказать А цены до сих пор не вышли Надо сейчас пристальное внимание Приковать к этой фигуре Посмотреть, не будет ли часом сейчас выхода Давайте переключимся на логарифмическую шкалу И тут в принципе можно предположить Что это была первая волна Она была скорректирована на 100% По волновому принципу Окей Такое может быть Подходит Третья волна И собственно То, что у нас есть Сейчас вот то, что вот видно Как раз на арифметической шкале Треугольник Которая четвертая волна И она, кстати, типичным образом Закончилась в пределах четвертой волны Меньшей степени Предшествующего импульсного движения А вот она И вот мы как раз видим Как раз на уровне 12,5 центов Вот крайняя точка этого треугольника Крайняя нижняя точечка Каких-то, знаете Расхождений медвежьих Прям серьезных Ну вот тут вот я не вижу На неделе нету На дневочке На дневочке Нету Ну мелкий таймфрейм Знаете, ну не серьезно Не серьезно Ну вот, конечно, на 4-х часовике Есть бычья дивергенция Но тут есть и медвежья дивергенция По крайней мере На гистограмме Индексе относительной силы Вот, пожалуйста, она случилась Вот буквально 19-й вчера случилась Вот, у вас уже 20-я У нас разница во времени Ребята, напоминаю 10 часов где-то Вот, поэтому, да Коррекция Возможно, еще сейчас продолжится В рамках этого таймфрейма Вот, надо следить за уровнем 49 центов Такой важненький уровень Я думаю, вполне себе Могут цены туда опуститься Желательно, чтобы ниже Сильно не спускались А вот здесь, в принципе 45,5-50 центов Скажем так То есть, конечно Размах широкий Да, что вы хотели Актив волатильный Он такой взрывоопасный Такой, как будто бы Его начинили Взрывчаткой какой-то Посмотрите, что здесь С ним творится Порой временами Да Раз и все Да Рипл это неуловимый Джо И у него возможность поймать Он все время В каком-то движении находится Да И Вроде бы Вот он у тебя Меньше 20 центов А уже в следующее мгновение Он уже больше 3 долларов стоит Да, или даже здесь Даже в процессе формирования Вот этой вот Вот этого уродства Вот этой вот Коррекционной модели Ну, посмотрите на это все Вот эти все пересечения Перекрытия Это все Это все некрасиво А если ты видишь Некрасиво На графике То это Знай Это коррекция Это коррекционная модель ПЛ Вот тогда Да, очень, кстати Такой приемчик Который помогает В почете волн Да, если ты не понимаешь На что ты смотришь Смотри на перекрытие Есть их дофига Если они вообще в принципе И есть Перекрываются важные места Значит ты имеешь дело С коррекцией Вот Что у нас Да, если допустим Вот первая, третья То значит у нас Вот четвертая завершается Должно быть 5 волн Треугольника И в редких случаях Треугольник может быть растянут И там Может быть Последняя волна Е треугольника Может быть тоже треугольником Тогда будет не 5, а 9 волн Но это случается редко Вот Поэтому Давайте посчитаем волны На всякий случай 5 волн должно быть То есть Вот у нас 1 2 3 4 5 Да Ну вот Дайте, чтобы красивее было Вот так Как-то подставим Подстроим 5 Да вроде бы 5 уже есть Единственное, что здесь Вот касание не произошло Вот тут Да То есть так-то вот В принципе В принципе-то Есть Вот кроме вот этого места Оно меня, конечно, смущает 1 2 3 Ну ладно Пускай здесь будет 4 Да То есть Без разницы И 5 Здесь-то тоже В принципе Тройку можно взглядеть Да Какая разница По-любому В принципе Здесь уже должен Завершаться Этот весь Вся эта фигура Потому что Тут у нас тупик Уже В конце ноября Уже тупик Апекс Сформировался Если мы его просто Не выйдем Ну все Значит будет Нехорошая судьба У репла Тогда Надо, чтобы он уже Выходил Чтобы уже прекращал Вот эти вот Мутки Странно себя ведет Некрасиво Я бы Честно Я бы его Не трогал Наверное Пока он С этого Треугольника На хороших Объемах Не выйдет Вот Честно говоря Мы уже рядом Пускай он выйдет Сначала Пускай Протестирует Как-то там Я не знаю Если все-таки Это произойдет И где-то Можно будет Заходить Или Может быть Если прямо Фома вас мучает Ну хотя бы На 50 центах В районе 50 центов Ну совсем На маленькую часть Вы там Хотите Например Зайти на какую-то сумму То Если прямо Горит Деньги Ляжку Жму То тогда Наверное Можно попробовать Там В районе 50 центов На этом уровне Как-то попытаться Захватить там На 10 процентов От того Что Первоначально Вы хотите Проинвестировать Все остальное Постепенно ждать Новых подтверждений Обновлений вершин Вот эти вершины Нам нужно Что Нам нужен Восходящий тренд Адекватный Да 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 хотя бы На дневном таймфрейме Нам нужны Последовательные Вершины И впадины Поднимающиеся Да не На дневном таймфрейме Это уже все есть Кстати Пятерка В принципе Неплохая Здесь сформировалась Пока что Да Давайте посмотрим Как она может Скорректироваться Куда по Уравням Фиба Ну вот Как раз 50 процентов Это вот Район 51 цента 50 Да То есть Мы уже Коснулись 38,2 Процента Вот касание Было Вот Можно в принципе Ожидать Что вполне вероятно Будет еще Коррекция до 50 центов А может и не будет В принципе Минимальная коррекция Уже выполнена 38,2 С учетом Того Как происходят Импульсы Резко У репла Может быть Уже и не будет Никогда Потому что Смотрите Что здесь творится Ну что это Вот Это же Атас Просто Издевательство Вот Над людьми Над человеческими Сущностями Нельзя так Нету времени Да С реплом Все время Какой-то он Прямо Очень резкий Я считаю Ну ладно В общем Я бы Я бы тогда сказал На 5% Сейчас купить И на 5% На уровне 50 центов Да Вот Прелесть Всего этого Добра Заключается Только в том Что мы Как-то Вот Совсем Уже Близко По крайней Мере По отношению Реплак Битку К историческим Минимум По отношению К доллару Конечно Еще Очень Есть Куда далеко Лететь Вниз Но Больше Конечно Подтверждений Будет При выходе С этой Фигуры С этого Треугольника Пока что Сложно Сказать Есть Некоторые Косвенные Причины Полагать Что Возможно Сейчас Начнется Кое-какой Рост Давайте Попытаемся Определить Цели Раз уж Мы уже Заговорили Про Волновой Принцип Давайте Волновой Принцип Использовать Для Определения Целей Раз уж У нас Третья Волна Растянутая То Скорее Всего Скорее Всего Пятая Будет Похожа На первую Очень Высока Вероятность Этого Давайте Отмерим У нас Первую И Отложим Отсюда Если Ну У нас Цели В районе 7,5 Долларов Давайте Ладно Применим Хирургическую Точность Так Чтобы Точно Определять Цели Отсюда Надо Смотреть Это Я На Недельном Таймфрейме Решил Смотреть Чего Это Я Так Да 7,5 Долларов Единичка Будет Да Равно Что Такое Ощущение Как будто У меня График Все Время Слетает Так Я Ждок Что Выставил Все Так Секунду Дайте Мне Секунду Дайте Вот Пока Знаете Вот Видите Я Пока Тут Работаю Пока Что Там Мерю Вот Нет Взять Выйти Из Полноэкранного Режима Если Вы на Телефоне Смотрите Или Где Вы Смотрите Вот Прям Просто Не Ленитесь Там Пульт Если Вы На Телегу На Ютуб Подписаться Вы С первого Раза Никогда Не Понимаете Я Тоже Такой Ничего Страшного Ну Со Второго Раза Хотя Подписаться Надо Видите Человек Страдает Морально Нравственно Страдает Понимаете Смотрит На Вот Это Безобразие Мучает Этот График А я Именно Тем Сейчас И занимаюсь Что Я Мучаю Я Честно В Такой Не Заходил Я Не Заходил В Рипл Сейчас Можно Много Что Интереснее Найти Что Не Нужно Прямо Мучить Поэтому Мучаю Мучаю Я график Но Я понимаю Что Многие Наверняка Сидят С этой Монеткой Поэтому Для вас Для вас Стараюсь А может Быть Вы Думали Ой А я Когда-то Держал Рипл А вот Может Купить Еще раз Рипл Да Вот Все Для вас Так Так Ну В районе Семи с половиной Долларов Цели Получаются А Я Мерил Мерил И забыл Померить Ну короче Дофига В общем Больше Десяти иксов В потенциале В принципе Может Дать Ну давайте Еще раз Я повторю Стоп Придется Ставить Далековато Да Как минимум За Пределы Последней Впадины Это у нас Тридцать Семь центов То есть Ниже Тридцать Семи центов Ставить Стоп Далеко Поэтому Что нужно Делать Поэтому Нужно Не на всю Котлету Заходить На чуть-чуть Вот Чуть-чуть Понимаете Вот допустим Половина Чуть-чуть Это половина Чуть-чуть А если вы Половину Потеряете От своего Капитала То это До хуя Ой Много Извините Ладно Не буду Извиняться Это до хуя Прямо До хуя Это будет Не важно Сколько Это для вас Весь ваш капитал 100 долларов Или миллион долларов Это все равно Будет много Потерять Половину Вот Поэтому Надо совсем Чуть-чуть Взять Чтобы Половину А чуть-чуть Рискнуть И По мере Приближения Больше Уверенности Того Что этот Рост Все-таки Состоится В это Вот Вкидываться Увеличивать Позиции Да То есть Сейчас Какие-то 5% На уровне Там 50 центов Еще какие-то 5% Там ближе Уже К нижней Границе Этого Треугольника Можно еще Докупить Если вдруг Так еще До 100% Могут Корректироваться Первые волны В импульсах Поэтому Можно там Еще В районе 40 центов Ближе К 40 центам Если вдруг Туда цены Упадут Еще на 10% Тем более Это будет Вообще Рядышком Со стопом Я имею ввиду В процентах От желаемой суммы Проинвестировать В рипл А не от всего Вашего портфеля Кстати Это вообще Не финансовый Сейд Это я рассуждаю Свои мысли Как что я буду делать Если я сейчас Решу Все-таки В это дело Вкидываться Вот Потом можно Если все-таки Пробьется Верхняя граница Это всего Прекрасного Дела С одним Двумя Днями А лучше Неделями Учитывая Размер Этой фигуры Закреплением Подтверждением Две хотя бы Недельные цены Закрытия Получить Выше этого уровня Тогда можно было бы Наверное Там уже И покрупнее Зайти Вот желаемого Размера позиции Потом обновление Здесь вот Локальные вершины Образования Там допустим Двух последовательно Повышающихся вершин И впадин на недельном Таймфрейме Еще можно увеличиться И вот таким вот образом Таким вот макаром Потихонечку Набрать нужную позицию Вот Постепенно По мере того Как цены будут двигаться Выше Передвигать стоп Повыше Уже под Новообразующимися Предположительными Уровнями Поддержки Которые могут Формироваться При восходящей тенденции Об этом будем Конечно же Я буду освещать Об этом буду все говорить Буду следить уже за Рипл Я уже его добавил Все в список Добавил Теперь я проклят Пожалуйста Все И теперь я за этим Буду следить постоянно Тем более Еще и видео записано Вы понимаете Насколько Насколько это вообще Чашкий труд Я даже говорить Ничего не буду Вы сами на экране Все видите Так Так Давайте Ладно Биткоин Посмотрим По биткоину Интереснее ситуация Если вы думаете Может быть Как-то приумножить Если у вас есть биткоин Вы модный И вы думаете Может быть Как-то приумножить Ваш биткоин То в принципе Биткоин Ваш Вы можете приумножить Частично По крайней мере Да При Относительно Невысоких рисках Потому что Рипл Находится На исторических Минимумах Практически По отношению К биткоину На текущий момент Сами все видите На графике Сейчас включу Логарифм Чтобы поинтереснее Было все смотреть Вот До Ну вот этот шип Считать его не будем Будем Относиться к этому Как Проблемами Со стаканом У Бинанса С ликвидностью На тот момент Это у нас Что был Декабрь 17 года В принципе Там Бинанс Только начинал Набирать свои обороты Ну Да Ну в общем-то 0 целых Там 413 сот Уж Вот цена его Минимальная Этот уровень Надо считать И все Под него Ставить Стоп приказ Конечно Никто не гарантирует Что он не сработает Да Вот таким же шипом Может быть В зависимости от того Где вы торгуете Какая там ликвидность На вашей бирже Вот И Только из-за этого Уже можно Да Пробовать его покупать Только из-за такого Глобального уровня поддержки Вот Если пойдет ниже С закреплением То Щитпиши пропало Так сказать Для реклам Здесь локально На дневном таймфрейме Вырисовалась Перевернутая головоплечь На обычная Голоплечь Перевернутая Ничего особенного С нормальными объемами На выходе Из нее Да То есть Все по объемам Нормально Все красиво По отношению К биткоину Дивергенции Тут было Дофига Бычьих Но они все Не срабатывали Что само по себе Являлось Дополнительным Медвежьим сигналом То есть так сказать Сигнал наоборот Что должно было Произойти Но не произошло Это Сразу же Надо переобуваться Так сказать Тут Медвежьих дивергенций Нет Бычья дивергенция Вот Последняя была Здесь В начале июня Ну В принципе В принципе Если сравнивать С Предыдущей картиной Там Последнего года То Как-то Тренд Как минимум Сделал паузу Нисходящий Да То есть Если смотреть На эту картину Как минимум Это пауза Как максимум Разворот Наверх С учетом Графика Биткоин Доминации Вполне Может быть Разворот Наверх Вполне Себе Допускается Допускаем Я вот Это принимаю Так Ну Давайте Придем к выводам К заключениям Если делать Нечего Если скучно Совсем Не хватает Адреналина В жизни То наверное Можно попробовать Я наверное Зайду Ну совсем На чуть-чуть Как-то Этот пассажир Какой-то Знаете Немножечко Не внушает Доверие Вымучены Знаете Я не люблю Когда Мучаться Приходится Настоящие Классные Сделки Они такие Хопа Такие Выскакивают А вот Она я А вот Ты сейчас Заработаешь Она прямо Кричит тебе Здесь Знаете Такое ощущение Как будто Я зашел В какой-то Какой-то В каком-то Балагане Очутился И все Друг на друга Кричат И Все друг с другом Не соглашаются И вот Какая-то Какая-то Анархия Какой-то Бардак Происходит Честно Вот И я не люблю Такой бардак Единственное Что вот Такое Это близость К важным Сильным уровням По отношению По крайней мере К битку То есть Это минимумы Так сказать Исторические Здесь тоже Уровни сильные И число 50 центов Тоже круглое Тоже интересное Вот И вот это Линия Нисходящей тенденции Треугольник Он уже Подходит к концу Я уже сказал Что он К сожалению Опоздал По выходу По своему Но тем не менее Еще ладно Посмотрим на него Как он себя поведет Надо чтобы на объемах Вышел отсюда Нормальных Вот Так что Такая вот история В потенциале Конечно Эта вся история Может дать Там 10-15 тиксов В долларе Да В битке Не мерил Ну и давайте И не будем мерить Что вам Мало что ли 10-15 тиксов Я не думаю Что это мало Для кого вообще Это может быть мало Я не знаю Немало же Ладно Как-нибудь Я уже устал Я уже просто Обленился Я уже устал Понимаете Я же вижу Что вы тоже Уже устали Не будем уже На биток цели Смотреть По отношению к битку В следующий раз Посмотрим Вот еще один Новый повод Так сказать Все Я вам Знаете Всем вот Желаю Вот такого Жирного профита И желаю Чтобы вы всегда Были подписаны На мой телеграм канал Ссылка на который Находится в описании Вот Ну а там Все Увидимся с вами Завтра Пока Уже нет Доктор найдет Верный гей Триптовалюты Акции Наш путь простой Подписывайся А вместе мы с тобой Мы разгадаем Все секреты Бирюши Трендов Вместе пройдем Сквозь лабиринты Всех легенд Финансовый успех Не загорай Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова